Книга «Открытым оком», 17-й том, тема «Потеряевка». Вопрос 3171. «Что больше всего располагает приезжающих от мирской власти в вашей деревне?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Между собой они могут говорить то, про что мы и не знаем. Но вот недавно у нас был День деревни, были представители краевой район администрации, пресса. Вот что пишет в Алтайской правде за 21 июня 2006 года. Страница 4. Название статьи «Ласточки над алтарем». 18 июня отмечало 15-летие со дня восстановления деревни Потеряевка. Приняли их по-разному. Кто кляузы писал, а кто помогал. Зло потеряевцы простили и забыли, а доброту помнят и благодарят за нее до сих пор. В церкви над алтарем живут ласточки. Во время службы они летают над головами прихожан и щебечек. В общине православного проповедника Игнатия Лапкина нельзя брить бороду. Женщина всегда должна быть в плотке. В длинной допят юбки и с покрытыми плечами. Нельзя курить, ругаться, пить водку. Местные детишки здесь похожи на ангелочков. Спрашиваю маленькой девочке в белом платочке. «Зачем верить Бога?» Малышка протягивает крохотную ручку к небу и шепчет мне на ухо. «Потому что Бог всех нас любит!» Шесть снимков. Первый. Игнатий на качелях и надпись. Игнатию Лапкину 67 лет. Но радоваться жизни он умеет, как ребенок. Второй. Еремова подсвечника. И надпись. «Потеряевки любить Бога учатся с младенчества». Третий. «Пирс и вдали виден храм». Надпись. «Этот пруд, достопримечательность деревни. Здесь проходит обряд крещения по всем православным канонам». Четвертый. «Голубятня». И наверху самой крыши ее Игнатий. Надпись. «Потеряевки местные жители все делают своими руками». Вот эту голубятню смастерил Игнатий Лапкин. Пятый. «Моляющийся в храме». Надпись. «На службу приходят всем селом». Шестое. «Отец Иоаким допрашивает Ерему, почему бросил, где попала велосипед». Надпись. «Детей здесь воспитывают Словом Божьим». Наталья Сохарева. Андрей Каспришин. Вот он. «Подмечают всегда большое трудолюбие, ласковость детей и внешнюю форму». Первая Петра 4.4. «Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутке? Премудрость Соломона 2.15. Жизнь его не похожа на жизнь других. И отличны пути его. Без веры Богу угодить нельзя. Делами не спасется самый лучший. Лишь вера отверзает нам глаза и распечатывает чудно наши уши. Святая Библия. Единственная книга. Написана святыми по указке Бога. Ее сжигали. Но до нас достигла. Бог не советует ее кому-то трогать. Хранимая от извергов дельцов. Сам Иегова бодрствует над нею. На лица невзирая выскажет в лицо. И с именем своим тысячелетие сеет. Но кто не верит строчкам и словам, Свой вкус и запах чудно сохранившим. Тот пень бесчувственный. Нетесанный болван. Окажется слепым, нагим и нищим. Неверующий Богу представляет, Что Бог обманщик, лжив, непостоянен. Не устоит такой. В суде ослабнет. Расплата неоплатная настанет. Так вертишь истово любому изречению, Евангельским, апостольским наказом. Сынов царя она творит исчерни. Непокоривым угрожает ханью. Без Библии шагу не шагнуть. Она светильник в непроглядном мраке. Кто ею пропитался, не согнуть. Их не загнать в искусственные ранки. Как сладко верить Богу по Писанию. Доверившись, что так оно и будет. Хотя монахи Библию кромсали. Двунадесятые предпразднества и в будни. Без веры в Бога шагу не ступить. Доказана история России. Она нам приготовила посты. Поможет их с раскаянием. Осилий. 24 июня 2006 года. Игнатий Лапкин.